Всем привет, друзья! Меня зовут Тимур, вот тут есть ссылка на мой инстаграм, можете туда зайти и потом посмотреть фоточки, но сначала ответьте мне на один вопрос. В каком корпусе у вас смартфон? В пластиковом или в металлическом? И как вы сами думаете, какой из них лучше? Именно с этого вопроса начинается парадокс в мире смартфонов, потому что сам по себе пластик легче, чем металл, но в смартфонах получается наоборот. Проще всего это показать на примере автомата или какого-нибудь другого оружия. Вот это детский автомат, он пластиковый, он легкий, он для детей, его они могут поднимать одной рукой. Представьте себе такой же автомат, но металлический. Его даже вряд ли я бы удержал, он был бы скорее всего очень тяжелый. Самое явное преимущество смартфонов с пластиковым корпусом это то, что они дешевые, потому что какой бы ни был хороший или плохой пластик, он все равно будет дешевле, чем даже самый дешевый металл. Но тут есть два минуса. Во-первых, пластиковые смартфоны тяжелее, при том значительно тяжелее. Ну а во-вторых, как вы можете заметить, со временем он пачкается. Тут уже вот явно видно потертости, которые никак не очистить. У меня сейчас в руках какой-то дешманский смартфон из ритейлерских сетей, которые стоят в районе 10 тысяч рублей в пластиковом корпусе. И, честно говоря, сейчас я не вижу смысла в таких смартфонах, потому что есть же крутые смартфоны в металлическом корпусе и даже от британского бренда. Я думаю, вы уже догадались, что это Вайли Фокс. Точнее, нет, это должно быть не так. Сейчас я вам покажу премиальный смартфон от британского бренда в металлическом корпусе по цене всего 10 тысяч 990 рублей. И это Вайли Фокс Свифт 2. Раньше я вам уже рассказывал про эту компанию в лице более навороченной версии смартфона, но подумал, что это вам тоже будет интересно, потому что она в принципе такая же, но стоит дешевле. Тут мы уже знаем, что если потянуть за язычок, смартфон очень удобно можно достать, под ним лежит инструкция, которую мы, кстати, в прошлый раз не читали. Давайте заценим, вдруг там есть какие-то прикольные фишки, о которых я забыл рассказать. Собственно говоря, тут картинки. Мы видим то, что сразу здесь есть две сим-карты, также видим, что здесь есть быстрая зарядка, собственно говоря, кнопка включения и сканер, отпечатка пальцев и вот такой провод. Собственно говоря, все основные функции, о которых я говорил в прошлый раз. Давайте включим наш смартфон, снимем с него пленочку и посмотрим его по сторонам. Собственно говоря, корпус алюминиевый, как я уже говорил до этого, сканер, отпечатка пальцев, очень удобный и стильный и знаете что, он очень даже легкий. Если бы мне дали такой смартфон подержать в руках без предупреждения, ну знаете, я бы не сказал, что он дешевый, потому что характерные черты дешевых смартфонов. Во-первых, это пластиковый корпус, а во-вторых, потому что там все скрипит, там все лифтит и когда ты берешь его в руку, ты понимаешь, что блин, ну дешево. Вот здесь такого нет. Установлен здесь не обычный Android, а CyanogenOS, про который я уже до этого рассказывал, который как Android поддерживает все языки и вообще все то же самое у него, как у Android, только удобней. И точно так же здесь можно перенести данные с другого устройства, так что не бойтесь, что все ваши контакты, смски, фоточки и приложения, все можно перенести на новый смартфон. Казалось бы, смартфон не очень дорогой, но при этом здесь есть сканер отпечатка пальцев, вот он здесь находится сзади, это штука, которой может похвастаться не каждый смартфон. Давайте же настроим ее, посмотрим, как быстро она работает. Нам предлагают добавить графический ключ, пин-код или пароль. Ну, это типа, если вдруг с вашим пальцем что-то случится и вы не сможете его разблокировать, мало ли, давайте сделаем какой-нибудь простой пароль, ну вот типа букву Z я всегда делаю, потому что она самая простая. Теперь, смотрите, просто я прикладываю палец, при том любой, можно выбрать, каким будет удобней, прикиньте, вот центральным средним пальцем, либо указательный, ну вот да, мне все-таки больше указательный, поэтому я сейчас нажимаю далее и просто прислоняю его, видите, хоп, процесс пошел. Хоп, просто прикладываю несколько раз палец, он считывается. Ну и, собственно говоря, скорость этого сенсора, выключаем смартфон, прикладываем и буквально за секунду все разблокировалось. Как это не парадоксально, но в современных смартфонах, телефонах одна из основных характеристик это камера. И, как вы можете заметить, здесь она хорошая, я вот приблизил на четырехкратном зуме, логотип компании видно отлично. Но, чтобы максимально продемонстрировать ее качество, я вот возьму мелкий текст, который прямо на коробке сбоку написан, приближаю его точно так же и мы видим, да, то, что название, все четко видно, даже штрих-код. Это доказывает, собственно говоря, то, что камера здесь хорошая. Очень необычный разговорный динамик тут, он круглый и сразу видно то, что ребята-дизайнеры пытались сделать что-то, чтобы не быть похожими на остальные смартфоны. За это, я думаю, им респект. В наше время вообще достаточно сложно выделиться среди тысячи одноликих Android-смартфонов и мне кажется, что у ребят из Валифокс, точнее у их дизайнеров получилось это довольно-таки неплохо. Все-таки за хорошие деньги получился действительно премиальный смартфон, внизу у которого находится USB-зарядка Type-C 2.0, экран 5 дюймов с HD-разрешением, под которым скрывается 2 гигабайта оперативной памяти, между прочим, а выше у нас есть камера для селфи широкоугольная с 8 мегапикселей. Все как надо. Ну а также не забываем про удобство в виде Cyanogen OS, которое подстраивается под пользователя. То есть вот захотели что-то добавить на рабочий экран, например, ну не знаю, часы, взяли и добавили вот так ловким движением пальцы, выкинули на рабочий стол, захотели, передвинули. Но это как бы на самом деле заслуга Android, а вот заслуга именно Cyanogen OS в том, что она кастомизированная. То есть нажимаем вот тут на настройки и все-все-все здесь можно поменять. Количество иконок, их размер, прозрачность, уведомления, звуки. Тут настроек больше, чем в Android. То есть даже не нужно делать root доступ, все и так можно настроить. Я думаю, что именно за эти характеристики Forbes в 2015 году признал Вали Фокс смартфоном года, а в этом году они уже успели получить номинацию на Mobile News Awards 2016. Короче, я могу еще очень долго рассуждать на тему того, насколько этот смартфон легкий и насколько его приятно держать в руках. Не говоря уже о всех его функциях, большинство из которых я уже перечислил, если даже не все. Но если вдруг я что-то забыл, то в описании к этому видео всегда есть ссылка на те модели, на которые я делаю обзор. Там можете более подробно прочитать и узнать, как его можно заказать. Если вдруг у вас какой-то пластиковый смартфон, то вот сейчас уже точно я вам советую задуматься над тем, чтобы поменять его на что-то металлическое. Потому что пластик в наше время это не самое крутое, что может быть. Я сам-то хоть понял, что сказал? Пластик это не самое лучшее, что может быть. Надо записать это в цитатник великих людей. Так, пластик это не лучшее, что может быть.